Иногда возникает необходимость защитить некоторые данные от случайного или специального изменения. Так, например, если вы определяете переменную, которая хранит некоторую физическую константу, то вы не ожидаете, что данная переменная будет изменяться в процессе выполнения программы. Поэтому разумно определить такую переменную как неизменяемую. В Supreprose для этого используется ключевое слово const. Синтаксис определения constant совпадает с синтаксисом определения переменных, только используется дополнительное ключевое слово const после имени типа. Заметьте, что в данном случае можно поменять местами слово const и имя типа, и ничего не изменится. Но это правило работает не всегда. В дальнейшем я объясню, как понять, можно ли переставить слово const, имя типа или нельзя. В данном примере мы определяем две физические, две константы. Первая это математическая константа π, вторая это количество секунд в одном дне. После этого мы определяем массив константных значений, которые содержат количество дней в месяцах, в невысокосном году. Важно отметить, что любая попытка изменения константы, то есть вы можете каким-то образом, каким-то хаком попытаться изменить те значения, которые были объявлены как константные. Любая такая попытка приводит к неопределенному поведению. Например, можно сделать следующее. Можно попытаться взять адрес четвертого значения, то есть месяца с номером 5, мая. И, используя приведение указателей, получить указатель на данную ячейку и после этого попытаться изменить эту ячейку. Так как данный массив был объявлен как константный, то это приводит к неопределенному поведению. Это происходит потому, что компилятор, зная о том, что данные значения неизменяемы, мог каким-то образом соптимизировать. Например, он мог разместить данный массив в области памяти, которая защищена от записи. И при попытке записи туда произойдет ошибка времени выполнения.